В Калязине Тверской области завершился 22-й Волжский крестный ход, стартовавший 29 мая в Осташкове. В этом году он был посвящен 500-летию обретения мощей преподобного Макария Калязинского. В честь этой памятной даты состоялись торжественные мероприятия. 8 июня Божественная Литургия на площади перед Церковью Вознесения Господня собрала более 5000 паломников со всего мира. Участниками торжеств стали губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской Акашинский Амвросий и архиерей Тверской Православной Церкви. Подробности прямо сейчас. Утренняя Божественная Литургия собрала на площади у Церкви Вознесения Господня более 5000 паломников. Это жители не только Тверской области, но и других регионов и стран. Поэтому наш Тверской святой Макарий Калязинский известен далеко за пределами родной земли. Многие из гостей торжества – участники 22-го Волжского крестного хода, посвященного в этом году 500-летней годовщине обретения мощей преподобного Макария Калязинского. Крестный ход шел до Калязина. Много паломников было со всей России. Считаю, это обязанность каждого православного христианина поучаствовать в таких мероприятиях. Это мероприятие посвящено 500-летию со дня обретения мощей Макария Калязинского. Это знаменательная дата для всех православных верующих. Мы решили в честь такого праздника съездить сюда. Крестный ход стартовал 29 мая традиционно в городе Осташкове, у истока Волги. Далее паломники прошли через Ржев, Зубцов, Старицу, Тверь, Кимра, Дубну, Кашин и завершился он в Калязине. Туда паломники прибыли 6 июня. 8 июня прошли основные торжественные мероприятия. На службе присутствовал также глава региона Игорь Руденя. Наша страна живет на протяжении многих веков по моральным принципам, по моральным условиям, которые были заложены нашими предками. И сегодня очень важно, что занимаясь развитием экономики, занимаясь развитием социальной сферы, занимаясь улучшением демографии, мы понимаем, что все это возможно при наличии духовного и нравственного стержня в обществе. И Русско-Православная Церковь как раз является хранителем вот этой системы ценностей. В крестном ходе на самом деле приняли участие не только представители разных регионов, городов, но даже разных стран и даже разных культур. Это дело, которое объединяет людей. Нам нужно единство. Единство и во Христе, и единство, конечно, для стабильности нашего государства и нашего общества. К памятной дате приурочено награждение победителей финалистов конкурса детского изобразительного творчества преподобный Макарий Калядинский, чудотворец Тверской земли. Главный приз достался жительнице Калядина, восьмикласснице Елизавете Губановой. Победа, признается юная художница, для нее самой стала неожиданностью. Ее работа называется «Макарий у разрушенного монастыря». Школьница рассказала, что вдохновили ее истории из жизни преподобного, услышанные на уроках краеведения. Учителя в школе очень много рассказывали, и я дома тоже читаю книги. Читала много историй, и из этого как-то сложилось. Губернатор и священнослужители наградили победителей конкурса. В нем приняли участие 65 учеников детских школ искусств от 5 до 17 лет. Такие конкурсы позволяют детям расти, развиваться, всесторонним быть такими же людьми, думающими. И в наше время это очень необходимый процесс. Напомним, что первым масштабным событием празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского стал крестный ход в Кашине 6 июня. В этот день в город прибыли участники Волжского крестного хода, который продолжился по Макаревской тропе пути, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам Тверской святой.